Том Клэнсис Рейнбоу Сикс Вегас Но длится эйфория недолго Скучнейшие, заштампованные коридоры сменяются скучнейшими же астероидными шахтами Робоблиц То ли аркада, то ли пазл, функционирующая полностью при помощи ньютоновской физики Сид Мэйерс Рейл Роудс Из геймплея в первые же минуты начинают лезть мощные недоработки Экономика сведена до минимума А строить сложнейшие железнодорожные развязки практически нереально Привет всем геймерам страны Меня зовут Борик И это ФАК Программа о компьютерных играх В которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению И даем полезные советы У разработчиков из Black Element Software было все, чтобы сделать хорошую игру А прежде всего, деньги Вложили все они свои капиталы в экшен под названием Alpha Prime Были отсняты дорогущие ролики с применением технологии Motion Capture И использован мощнейший движок с применением технологии Physics О сценарии написал известный писатель-фантаст Андрей Неф Что в итоге получилось, судить вам Мы лишь постараемся дать вам объективную оценку В продажу игра поступила 22 декабря 2006 года Локализатор и издатель в России компания 1С Мультиплеера в игре нет Зато сингл впитал в себя все достижения компьютерной индустрии В итоге многие объекты в игре можно поднять и затем швырнуть Причем лететь и отскакивать от стен они будут предельно реалистично Но все это взаимодействие с предметами в основном несет развлекательную функцию Помимо бездарного использования достижений научно-технического прогресса Альфа Прайм также славна не менее бездарным сюжетом Для написания которого был привлечен выдающийся чешский фантаст Андрей Неф Автор монографии о Жюле Верне и переводчик Уильяма Гибсона Этот несомненно прекрасный человек сочинил следующую историю Таинственный астероид Альфа Прайм содержит в своих недрах удивительную субстанцию хабардиум Жидкий металл, который используется в качестве топлива для кораблей Астероид контролируется некой федерацией, которая, разумеется, скрывает от широкой общественности творящиеся там безобразия Например, то, что шахтеры, добывающие хабардиум, давно сошли с ума заодно с местным компьютером и обслуживающим персоналом В это время на астероид пытаются пробраться межгалактические драк-дилеры Планирующие продавать космическое топливо в качестве дурманящего средства Главного героя зовут Арнольд Ему, как всегда, предстоит убить всех негодяев и спасти галактику От вашей системы Alpha Prime потребует процессор с частотой 3 ГГц Гигабайт оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 3 ГБ Колоссальный сюжет Alpha Prime рассказан при помощи самого унылого геймплея Который нам попадался за последнее время Игра удивительным образом использует все гейм-дизайнерские находки больших блокбастеров и превращает их в какое-то космическое заливное Выглядит любопытно, но ей совершенно невозможно 3 балла с натяжкой получает Alpha Prime за геймплей Внешне игра поначалу очень сильно захватывает своей красочностью Но длится эйфория недолго Скучнейшие, заштампованные коридоры сменяются скучнейшими же астероидными шахтами Тут всего 3 вида врагов и банальнейшее оружие Но по сравнению с геймплеем, графика все же отыгрывает 1 балл и получает четверку Звук в игре, как известно, прежде всего отвечает за погружение в виртуальный мир и отождествление играющего с персонажем В Alpha Prime ничего подобного вы не испытаете Игра страдает таким сложно описуемым недугом, как полное отсутствие ощущения персонажа Ваш герой не идет по полу, а как будто скользит по топленому маслу Тут вам ни звука шагов, ни тяжелых вздохов при ранении Такое ощущение, что играешь за бездушного робота-убийцу Тройка за звук Обобщая все вышесказанное, хочется отметить то, что подобных игр-клонов становится все больше и больше Не ведитесь на бойки рекламной акции и доверяйте профессионалам Играйте в классические игры, друзья Alpha Prime сегодня абсолютный троечник Старая песня на новый лад Как обычно в таких ситуациях и бывает, ничего хорошего из Alpha Prime не вышло Несмотря на солидные вложения, игра получилась вялой и однообразной Возможно, она и порадует тех, кто ни разу не играл в Fear, Dome 3 или Half-Life 2 Но таких людей осталось немного И, видимо, компьютерными играми они не интересуются Для тех же, кто живет по принципу «попробовать надо все» Мы сейчас дадим несколько советов по игре в Alpha Prime Вопрос Как использовать и зачем нужно устройство по взлому электронных систем? Отвечаем С его помощью вы можете дистанционно подключиться к камерам наблюдения, которые используют охранники Кроме этого, оно вам сильно поможет для открывания некоторых замков и дверей Вопрос Мне надо взорвать какую-то трубу Никак не могу понять, как это сделать Ответ Газовая труба находится в соседней комнате Туда лучше не соваться, охранники мигом вас застрелят С помощью электронного взломщика подключайтесь к компьютеру, управляющему системой газоснабжения Дальше все случится само Труба взорвется, а от охраны даже мокрого места не останется Начиналось все очень здорово Шикарная рекламная кампания Потрясающе красивые скриншоты Намеки на солидный бюджет И Сидмейер как гарант стабильности и качества В потрясающей заставке можно было увидеть себя самого Играющего в железную дорогу В комнате, где все стены устланы фотографиями провозов А за окнами шубит крупная железнодорожная станция Но Railroads вдруг оказывается ведром холодной воды Такое впечатление, что Сидмейер, разработавший некогда концепцию всех железнодорожных игр Теперь поставил перед собой задачу извратить эту самую концепцию до максимально неиграбельного состояния То есть в теории все как и прежде Есть определенный кусочек дикой территории с городами и промышленностью Которой нужно как можно скорее опутать своими железнодорожными сетями Правительство то и дело подбрасывает контракты Конкуренты болтаются под ногами А дебет не сходится с кредитом аж первые три года игры Играй, менеджер! Убыточных маршрутов в Сидмейерс Railroads практически не существует Ухудшить экономическое положение могут разве что конкуренты Которые здесь потрясающи, умны и проворны Вот только заковыка вся в том, что играть с конкурентами в Railroads практически невозможно Почему? Да потому что игровые карты малы как пятачок Громадные расстояния, поиск оптимальных маршрутов Все это в прошлом Теперь принято выезжать со станции отправления и тут же закатываться на станцию прибытия Игра поступила в продажу 17 октября 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео А также 1,2 ГБ на жестком диске Из геймплея в первые же минуты начинают лезть мощные недоработки Экономика сведена до минимума Продаем на старте почти все свои акции На вложенные деньги строим несколько пассажирских веток и бай-бай Жить на доходы от них можно хоть до самого конца игры К сожалению, эта игра на пару часов И вы вряд ли будете играть в нее несколько дней Наша оценка геймплея 3 балла В старом добром транспорт Тайкон Делюкс железнодорожные развязки были намного сложнее Railroads выглядит куда более игрушечно, чем конкуренты Разве эти смешные паровозики не умиляют? Как только камера выдает крупный план, то становится ясно, что взятому у Цивилизейшн 4 Сид Мейера Графическому движку явно не хватает сил, чтобы обеспечить приемлемую детализацию Так что чуточку примитивная игрушечная графика тут оказалась в самый раз Смотришь на экран и представляешь, будто как в детстве Достаешь из большой картонной коробки все эти рельсы, стрелки, платформы и объединяешь их вместе За внешние данные ставим 5 баллов Жанр стратегии никогда не был бы полным без легендарной игры Сид Мейерс Railroad Tycoon К сожалению, Сид Мейерс Railroad ремейк одной из самых поездатых управленческих стратегий в мире Не оправдал ожиданий И наша общая оценка игры 4 балла с минусом Обещанного счастья не случилось Railroad проигрывает вышедшему 3 года назад Railroad Tycoon 3 почти по всем статьям И по глубине геймплея, и по качеству кампаний, и по количеству возможностей доступных игроку В плюсах только простота освоения и удивительно красивая игрушечная графика Но, несмотря ни на что, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы и давать полезные советы по прохождению Первый вопрос У искусственного интеллекта большинство поездов автоматически меняют составы в зависимости от количества пассажиров или товаров в городе Как так сделать? Отвечаем Нужно отдельно заказывать количество вагонов на каждой станции и можно указывать, где они должны разгрузиться Тогда все автоматически меняется Следующий вопрос Почему игра иногда не дает соединить маршрутом станции? Особенно, если их не 2, а 3-4 последовательно Отвечаем Игра действительно иногда не может проложить маршрут, когда есть пересечение путей Возможно, в этой ситуации поможет строительство моста Следующий вопрос Как удалить участок пути, по которому проходит маршрут? Отвечаем К сожалению, сначала нужно сделать объезд Вроде как программеры не смогли закодировать нормальную систему движения поездов И поскольку игра очень простая, старайтесь строить однокалейки с разъездами на станциях и не более двух поездов на маршруте между двумя соседними станциями Смотрите далее Робоблиц То ли аркада, то ли пазл, функционирующая полностью при помощи ньютоновской физики Том Клэнсис Рейнбоу Сикс Вегас Играть стало намного интереснее Очень уж сильно вырос искусственный интеллект Напарники отныне не путаются под ногами и умело ведут бой Смотрите далее Робоблиц То ли аркада, то ли пазл, функционирующая полностью при помощи ньютоновской физики Том Клэнсис Рейнбоу Сикс Вегас Играть стало намного интереснее Очень уж сильно вырос искусственный интеллект Напарники отныне не путаются под ногами и умело ведут бой В 2005 году на Е3 небольшая группа энтузиастов демонстрировала всем желающим технологическое демо маленькой игры про роботов У проекта было два нюанса Во-первых, он создавался на технологии Unreal 3 А во-вторых, полностью опирался на физику Это был Робоблиц О не так давно вышедшей полной версии этой игры мы сегодня и поговорим Робоблиц это миниатюрная не то аркада, не то пазл Полностью функционирующая при помощи ньютоновской физики Под словом полностью понимается тот факт, что в игре отсутствует анимация, сделанная вручную То есть, скажем, в любом нормальном игропродукте, когда персонаж поднимает руку, проигрывается созданная разработчиками анимация поднятия этой самой руки Здесь же все совершенно по-другому Все объекты функционируют согласно сообщенной им энергии Это означает, что в скором времени мы распрощаемся с однообразными движениями Точно так же, как в свое время благодаря Ragdoll распрощались с одинаковыми сценами смерти Другой вопрос, что Робоблиц целиком и населена человекоподобными роботами Так что немалое удовольствие доставляют перестрелки, в которых враги бьются, а стены искрят оторванными запчастями по полу и разве что не ползают без ног Периодически, правда, это надоедает Игра врубает какой-то маловразумительный экшен, от которого ни холодно, ни жарко Ваш одноколесный герой катается по механическим коридорам и поливает врагов спецэффектами из арсенала Unreal 3 Самое интересное выясняется как раз благодаря физике Игра выдает вам на руки два типа оружия Первая соединяет между собой два объекта, а вторая запускает пораженную цель под потолок Используя эти две незамысловатые возможности, в Робоблице можно творить всяческие чудеса Скажем, какую-нибудь гигантскую платформу можно опустить, уложив несусветное количество металлолома на противовес, а можно вспомнить про соединяющее оружие Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше игра выдает на руки вариантов решения одной и той же проблемы От тупого перетаскивания объектов до грамотного использования собственных возможностей и законов физики Системные требования к игре — это процессор с частотой 2,5 ГГц, гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти На жестком диске Робоблиц займет всего 500 МБ Геймплей Робоблиц больше всего напоминает квест с элементами шутера Вам придется обгадывать довольно сложные задачки Причем некоторые методы их решения настолько неординарны и интересны, что приходится буквально изобретать целые конструкции, чтобы выполнить задания Экшена в этой игре тоже предостаточно Смешные роботы лезут из всех щелей и так и норовят обесточить вашего железного героя Пятерку с геймплея получает Робоблиц Внешний вид игры очень своеобразный Все прорисовано до мельчайших деталей Движок Unreal 3 прекрасно справляется со светом и тенями Никакого блюра и лишних эффектов Одним словом, полная противоположность новомодным блокбастерам Благодаря этому Робоблиц настолько естественен и натурален, что забываешь о том, что это всего лишь игра А монитор, как ни крути, плоский Вторая пятерка в дневнике Робоблиц за графику Звук, как и все остальное, предельно реалистичен Здесь даже нет никакой фоновой музыки И в самом деле, откуда на космической станции, населенной роботами, взятся музыки? Но все остальные звуки выполнены превосходно Пятерку за реалистичность железный скрежет получает Робоблиц Странно, но эта игра не получила большого общественного признания Большинство геймеров отнеслись к Робоблиц как к игре-тестеру Которая призвана лишь продемонстрировать достижения производителей процессоров и видеокарт А жаль, продукт получился на удивление качественным Пятерки по всем параметрам получает сегодня Робоблиц Робоблиц очень легко не заметить под валом неповоротливых крупных блокбастеров Отнимающих у вас время и здоровый сон Это как раз принципиально другое развлечение Маленькая, уютная, необременительная игра Чтобы ничего не нарушало ваше общение с Робоблиц Мы решили подготовить несколько полезных советов по освоению этой аркады Вопрос Помогите пройти уровень, где нужно изменить направление работы конвейера Два переключателя сработали, а третий закоротил, что делать? Отвечаем Спускайтесь на первый этаж Там придется немного пострелять Потом возьмите большой железный стержень и используйте его как рычаг Чтобы повернуть последнюю третью часть конвейера Вставьте стержень в ось и поверните ее в нужную сторону Вопрос Мне необходимо достать топливо, чтобы запустить генератор Но вокруг нет ни одной бочки Где их найти? Отвечаем Найдите две связанные платформы Когда вы встаете на одну, другая приподнимается С помощью магнитных ниток привяжите большую из них к потолку Прыгайте вниз Берите бочку и несите ее к топливной системе Нажимаем кнопку и питание восстановлено Следующую игру, о которой мы расскажем, собирались запретить в США Мэр Лас-Вегаса боялся антирекламы своего города Догадались, о чем речь? Том Клэнси с Rainbow Six Vegas В игре много нового и интересного Но осталась ли она той самой Rainbow Six? То, что год назад сделали парни из RedStorm Entertainment И Ubisoft Montreal с Rainbow Six Иначе как надругательством назвать нельзя Долгие годы вокруг этой хардкорной серии Собирался круг почитателей Превыше всего ставящих тактическое планирование И возможность ювелирно пройти любое задание И тут им неожиданно преподнесли локдаун Который казался лишь средненьким боевичком Стоит ли говорить, что после такого надругательства На цветыне новой Rainbow Six Vegas Ждали по меньшей мере с осторожностью Осторожность была уместна В Вегасе разработчики не стали отклоняться от нового курса Впрочем, отвращение новая игра уже не вызывает На этот раз перед нами боевик практически первого класса Пусть и простой, но захватывающий Единственный серьезный недостаток Это неприпченный сюжет от неизменного повара Тома Клэнси Опять заговоры, опять угроза всему миру Только на этот раз террористическая гидра Скалит нам морды прямо из столицы развлечений Янки Города-казино Лас-Вегаса И лишь бравым бойцам и суперподразделения Радуга 6 Суждено остановить негодяев Игра поступила в продажу 12 декабря 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3,5 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 10 ГБ на жестком диске А также видеокарта уровня GeForce 6600 Radeon X1600 Шейдерами 3.0 Геймплей особых сюрпризов не преподносит Адреналиновые перестрелки с активным использованием укрытий Простое и логичное управление бойцами И путешествие от цели к цели Вот, собственно, и все Тактики нет и в этот раз Играть, впрочем, стало намного интереснее Очень уж сильно вырос искусственный интеллект Напарники отныне не путаются под ногами И умело ведут бой В то время как террористы обожают занимать выжидательную позицию За геймплей ставим 5 баллов Игра получается напряженной, увлекательной и сложной А графика в игре просто фантастическая Unreal Engine 3 приходит в наш мир Мигом превращая Vegas в одну из самых красивых игр на PC Спецэффекты, детализация, текстуры, анимация Да, друзья, ради такого стоит модернизировать компьютер Помимо движка дает о себе знать удачно выбранное место действия У здешнего Лас-Вегаса своя атмосфера Которая отлично подходит под стиль игры Наша оценка внешних данных твердые 5 баллов Громадное казино с миллиардами огней И всеми этими игровыми автоматами до столами для рулетки Ну чем не повод убить кого-нибудь красиво А потом в тишине насладиться великолепными звуками окружающей обстановки Или просто вспомнить последнюю перестрелку Взрывы, крики Звук мы также оцениваем на 5 баллов Перед нами все тот же локдаун Только лишенный самых явных недостатков Поиграв пару часов, понимая, что Rainbow Six Не хватало именно умопомрачительной зрелищности Да, перед нами теперь не скрупулезный симулятор спецназа А всего лишь боевик Но зато какой красивый и захватывающий И мы оцениваем его на 5 баллов Rainbow Six уже не тот жесткий тактический экшен Теперь это что-то вроде навороченного блокбастера со спецэффектами Сама игра проходится довольно быстро Но от этого вопросов меньше не становится И сейчас мы на них ответим и дадим полезные советы по прохождению Для начала несколько советов В игре есть два режима огня Огонь при первом контакте и ответный огонь Если менять режим огня, будут разные варианты входа в дверь Например, освободить заложников, кину флешку и перебив от слепших врагов Можно только в режиме ответного огня С другой стороны, взорвать дверь и вломиться неожиданно можно только в режиме огонь при первом контакте И главное, не забывайте помечать врагов Поставьте врагу рядом с заложником приоритет 1 Для того, чтобы уничтожить его первым И не забывайте переворачиваться в спуске по канатам кнопкой С Она же присесть, чтобы получить большой обзор У ящиков с амуницией можно набирать кучу разного оружия И все на халяву Тактическую карту закрепить нельзя Нужно постоянно вызывать ее нажатием клавиши TAB И наконец, ваши вопросы Уровень в театре Перебил всех гадов Напарник хакнул компьютер Теперь требует Эвакуируйся на крыше Куда идти-то от сцены? Отвечаем На сцене, где взламываем комп Есть железная лестница Она сразу налево от прохода через дверь на подмостке И последнее Нам показалось, что в зависимости от вашей тактики изменяется количество врагов Если вы продвигаетесь быстро, как во время штурма То враги не будут подтягиваться Если же вы отсиживаетесь, то и противников будет гораздо больше На сегодня это все Задавайте мне вопросы по прохождению на адрес faqsobaka.moos.tv.ru Я обязательно отвечу И не забывайте про форум на нашем сайте moos.tv.ru Я и там общаюсь с вами До скорого Играйте всегда и везде С вами был Борик Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok